Баллы подсчитаны, результаты объявлены. В Шумкенте завершилось комплексное тестирование. В КТА по всему Казахстану приняли участие больше 75 тысяч абитуриентов. Средний балл в республике составил 39,68. Максимально возможные 100 баллов набрали лишь 5 абитуриентов. Одна из них – Абилаева Батес, девушка из нашего города. Ну а те абитуриенты, которые не преодолели пороговый уровень КТА, имеют право пройти повторное комплексное тестирование. Прием заявлений с 1 по 8 августа, а сам экзамен пройдет с 19 по 24 августа. Уже подают документы в ВУЗы те, кто сдали единое национальное тестирование и получили хорошие баллы. Толпа народа, шум и громкие разговоры. Выпускники школ города сдают документы для получения государственных грантов. Балнур Исамбаева, выпускница школы номер 93, мечтает учиться в медицинском ВУЗе и спасать жизни людей. Девушка хочет поступить на грант, учиться самостоятельно и не брать денег у родителей. Я хорошо сдала ЕНТ, и моих баллов хватает, чтобы поступить в ВУЗ на грант. Я очень хочу помочь своим родителям материально и надеюсь, что получу грант на образование. В этом году на подготовку квалифицированных специалистов выделено 31 702 гранта, из них 5000 на педагогические специальности, на гуманитарные науки 700, право 100, искусство 170, социальные науки 700, естественные науки 1470, технические науки и технологии 12 593, военное дело и безопасность 60, медицинские специальности 3000, сельское хозяйство и ветеринария 2690. В первый день мы приняли документы более чем у 500 претендентов на грант. Большинство из них выбирают технические специальности, биологию, право и некоторые отрасли экономики. Для выпускников сельских школ и людей с ограниченными возможностями существуют определенные квоты. Всем, кто хочет получить возможность бесплатно обучаться и иметь стипендию, до 1 августа нужно собрать пакет документов. Только после этого на конкурсной основе будет проводиться присуждение гранта всем, кто подал заявки.